Наблюдательный совет кадрового проекта «Моя Мордовия» подводит итоги регистрации. Во власть по конкурсу готовы пойти 6047 человек. Больше 5000 из них – это жители Мордовии. Без малого тысячи участников сейчас живут за пределами региона и семеро – за пределами России. Результаты превзошли все наши ожидания. Это правда. Мордовия собрал почти столько же участников, заявок, сколько и три года назад в Дагестане. А в Дагестане, в минуточку, в четыре раза больше населения. Действительно, президентская платформа «Россия – страна возможностей» уже не первый год проводит подобного рода проекты, и люди видят эффективность того, что социальные лифты действительно работают. В Мордовии самыми активными участниками конкурса стали жители Саранска. И здесь дело не только в том, что город большой. Ургкомитет считал количество регистраций на 10 тысяч избирателей. В столице больше идей. На втором месте, и это удивляет, скромный Большийгнатовский район. Следом Торбеевский и Темниковский. Замыкают пятерку Кадошкинский. Необъяснимая низкая активность в Зубово-Полянском районе, Ордатовском и Ковылкинском. Около половины участниц, 41% – это женщины. И здесь мы соблюли такое гендерное равенство. Всем участникам, кроме документов, нужно было подготовить эссе на тему, что я бы хотел поменять в Мордовии, как я буду это делать. Заявления, вроде всех уволить и набрать новых по объявлению, не подходят. Оргкомитет твердо просил обойтись без популизма. Больше конкретики. То, что финалисты конкурса получат шанс подняться по карьерной лестнице, обговаривалось с самого начала. Но теперь стали понятны конкретные позиции. У нас есть перечень специалистов, которые нам очень часто нужны. Я расскажу по собственной практике. Это финансисты однозначно. Нам нужны управляться в сфере ведения отраслей промышленности. Нам нужны сильные экономисты. Нам нужны сильные специалисты в части привлечения инвестиций. Раскручивание любой марки, любого бренда. В данном случае раскручивание Республики Мордовия. Привлечение в нее туристов и новых специалистов. Следующий этап кадрового конкурса – онлайн-тестирование. Он начнется в самом конце апреля. Те, кто смогут его преодолеть, выйдут на финальный, учный этап, который запланирован на июнь. Юлия Порнова, Константин Соколов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова